С Новым Годом, книжный мир! С вами Лена Обрезная, потому что я забыл штатив и в халате, потому что я потеряла совесть и просто отдыхаю в эти праздники. Итак, сегодня расскажу вам о книгах, которые покупала в последние два месяца прошлого года. И пока я была в Будапешке, мама отважна почти что каждую неделю, ходила по различным пунктам выдачи, собирала для меня эти книжки. И те, кто смотрела влогмассы, знают, что у меня было очень такое сказочное настроение. И теперь, смотря на книги, я понимаю, что эта сказка принеслась на мои покупки. Поскольку вот очень много подростковых, каких-то фантастических, развлекательных историй. Но начать, наверное, хочу с книги самого главного нашего волшебника, Толкина, потому что именно сегодня, 3 января, он празднует свой день рождения. И я на Новый Год у мамы попросила две книжки, и одной из них была как раз такая книга Толкина про Рэндом. Не знаю точно, где ударение в русском варианте ставится. Я не читаю Братство Кольца, но меня интересует Толкин из-за своего слога. Я решила собирать его книжки в этой коллекции, все, что выходит. У меня уже есть Хоббит, с которого, в принципе, началась любовь. Кузнец с Большого Вуту, она прочитана этим летом. И я смотрела, смотрела на эту книжку, она потом пропала. И потом, когда она появилась, я говорю, мам, давай это будет на Новый Год подарок. Здесь у нас небольшая сказочка, рассказывающая о щеньке, очень хорошем, шебутном, милом, который в один день переходит дорогу, слава богу, доброму волшебнику. Но добрый волшебник решил, видно, этого щенка проучить и превратил его в игрушку. У аннотации есть еще вот такой кусок, но я не стала читать, потому что книжка маленькая. И там, наверное, просто все по сюжету рассказано, так что я в предвкушении одну книгу Толкина в год буду читать. И все, что вот в этой серии будет выходить, замечательно, очень приятно, тактильно, такой маленькой, комфортной, все буду собирать. Как минимум, еще две видео. И вторая книга, которую мне подарила мама, тоже по моей наводке, по моей просьбе, это «Снежная королева» с иллюстрациями Агне и Генталайты. Это, как сказать, не современная, опять, радиоэрмитаж, да, классика в современной обработке. Это классическая история, мне ничего не пределано, кроме иллюстраций. Иллюстрации здесь современного мира. То есть историю переложили через картинки на современный лад. И честно говоря, честно говоря, когда я в конце прочитала после свобия иллюстратора, как найти эту историю в огнях современного города и синего экрана, я была покорена. И для меня это было очень увлекательно, поскольку я поняла, что я ни разу сказку полностью не читала, полностью никогда не читала мультик. То есть я знала из культурного контекста, конечно же, все про эту историю. И это было замечательно. Я буквально первого числа проглотила эту книжку с этими иллюстрациями, и сразу после нее принялась за чтение «Снежной королевы» Каннингема. И это была правильная идея, потому что вот эта классика, да, такая база была хорошим трамплином для чтения следующей книги. Если вы еще думаете о том, что вам надо кому-то что-то подарить, в принципе, «Рождество не за горами», «Старый Новый год», я вам однозначно советую. Она тактильно очень приятная, такая прорезирует, прорези. Ну, но я выпуклая здесь, иллюстраций мало, но они офигенные, их можно очень долго рассматривать. Ксюша Сникетт, спасибо тебе большое, что я у тебя эту книжку когда-то подсмотрела и получила такую замечательную историю себе под елочку. И говоря о Ксюше Сникетт, ей я также благодарна еще одной уже своей покупке. Это «Королева анимации Дисней» рассказывает нам о женщинах-художниках, художницах, да, и сценаристках также рассказано об истории создания персонажей, именно принцесс, как они изменялись со временем, и что еще пишут, да, и кто на самом деле создавал легендарных веснеевских принцесс. Я, честно говоря, чуть-чуть-чуть-чуть расстроена, что здесь мало иллюстраций, их тут совсем нету, есть только цветные вклейки с фотографиями. Я ожидала, что это же про Дисней, я думала здесь на, ну, не каждую, конечно, развороте, но частенько будет показан какой-то эскиз, возможно, какие были первые варианты. В общем, я чуть-чуть грустю, что мало иллюстраций, но все равно в предвкушении о чтении, потому что люблю Дисней и люблю Нофик, и это вообще класс. Так, давайте тогда еще раз мы говорим про женщин-иллюстратор, расскажу вам про книгу о художнице, точнее. И книга написана о художнице, это Инна Лисовая. Инна Лисовая изначально была художником, но она уже когда была взрослой, начала терять зрение, и поэтому, можно сказать так, пришлось переквалифицироваться, переобуться, и она стала писать различные повести. И последний подарок, это одна из привестей этой книги, рассказывающая как раз-таки опыти, да, потери зрения и ее видень к тому, как изменить ее жизнь, чем она будет заниматься. Не буду брать, просто то, что вам надо знать. Я даже не могу объяснить, как у меня ощущение этой книги, поскольку у меня такие горестные мурашки, с одной стороны, а с другой про вкушение чего-то прекрасного, поскольку человек, художник, он раньше на полотне что-то описал, да, какую-то историю, а теперь у него есть много-много слов, много страниц, чтобы описать еще больше историй. И что мне понравилось, как я уже сказала, здесь пара повестей, и в начале каждой повести есть картина именно о самой Инна Лисовой. Так, если вы уже посмотрели мои лучшие книги за 2021 год, вы знаете, что Джонат Пунко, его «Клуб Ракали» вошло в лучше прочитанное, и это, на самом деле, первая книга трилогии. Вторая книга круг замкнулся, также сложно находима, как и первая, но я знаю, что у меня есть человек, который, возможно, ее найдет. Если нет, ну что, буду сидеть, ждать, возможно, на английском куплю. Но третья часть этой трилогии «Средиземная Англия» уже доступна, поэтому я ее прикупила, пока она тоже не исчезла, пока они же купились и поклонники. И тут не могу ничего рассказать про сюжет, поскольку даже «Клуб Ракали» — это история нескольких семей, история Англии в определенный период, и это просто приложение, видно их судя по продолжению истории Англии. Поскольку мы говорим об Англии, давайте еще поговорим о леворуких книготорговцах Лондона. Книжку я вам показывала и в новинках, и в котелках, и где только не показывала. Вот она у меня, я думаю, что все знаете уже, что это история девушки. Пребывающая в Лондоне с некими артефактами, вещами, которые являются отсылками к ее отцу. Что значит отсылками? Что я хочу тут придумать? В общем, есть некоторые вещи, которые принадлежали вроде как ее отцу, или как-то к ее отцу относятся, и она будет попытаться их найти, и в этом, видимо, ей будут помогать леворукие книготорговцы, в то время также, как они будут сражаться с праворуками. И в чем там их магия, я точно не помню. Но я в предвкушении, и я рада, что книжка мне очень толстая, потому что это значит, что не затянутый сюжет и ожидают чего-то очень динамичного. И, как я уже сказала, будет много чего-то сказочного, поэтому давайте еще поговорим о Максе Фрае и его энциклопедия мифов от А до Кам. У меня есть вторая часть от Элда Я. Я ее купила просто из «Жадности», когда мы с Дашей, с канала Юрьевыми были в дисконте, и тут я вот увидела, что именно вот эту серию ее пересдают в новой серии, которая мне не нравится, и пока еще есть вот эта старая, классная, оригинальная, я ее схватила. Я так поняла, что это была бы сага о Максе Фрае, если все сложилось. Макс Фрае писал как-то историю жизни, чтобы описать, кто она, да, такая. Еще ничего не получалось, кусочки куда-то разбегались, собирались, в итоге получилась просто сборка, энциклопедия. Вот, так что для коллекции Макса Фрае прикупила. И говоря, в принципе, об алфавите, давайте я вам сразу покажу еще книжки, которые я купила благодаря уже Олиск, ну, отчитательский привет, который меня подсадил на Фрэнсис Хардинг, у меня аж целых три книги прикупила. Наверное, говоря об алфавите, покажу «Fly by Night», «Хроники Расколотого Королевства». Здесь ни с одной стороны нет описания, о чем книга, вообще непонятно. Но здесь содержание ровно так, как я люблю. Сюжет построен по алфавиту, и что же такое «Fly by Night», почему не перевели? Потому что это английский идиома, у которой, возможно, варианты «беглый должник», «ненадежная личность», «непостоянная беременная», «безответственная». Это я точно выбрала просто из обложки «Девочка с медвежьим сердцем». Здесь нам рассказывают о мире, в котором душа после того, как вылетает из тела покойного, она переселяется в тело другого человека. И вот есть 12-летняя главная героиня, в тело которой постоянно хочет вселиться какая-то душа, и в душе медведя это удаётся. И что там происходит, сходит дальше, нужно читать, чтобы узнать. И третью книжку я купила, видно, просто, потому что три хорошего числа. Это «Остров Чаек» рассказывает историю двух сестёр, обитающих в небольшой деревушке. Они хранят какой-то секрет, и начинает твориться чертовщинка в деревне, и им приходится сбегать. А ещё мне нравится, что здесь написано. «На острове Чаек всё не то, чем кажется. Вулканы ссорятся, жуки-забвенчики поют опасные песни, а иногда рождаются с китайцами. Люди, которые могут отпускать свои чувства разом в полёт». В общем, верю Францис Хардин, знаю, что классно. И ещё одна книга, которая, опять-таки, благодаря Оле у меня появилась, это «1724». Некий детектив на территории исторического Санкт-Петербурга, и он рассказан от лица внука военного инженера. Спросите меня, как его зовут? Звали Ивана Петровича Афанасьева. И вы только посмотрите на эту мелоту. Я эту книжку купила, потому что я знала, что маме моей понравится, мне понравится, возможно, моим племянникам понравится. Это просто крутота невероятная. Я думаю, что я её летом прочитаю, потому что сейчас у меня очень много зимних таких детских книг, которые я прочитала, и мне кажется, я насытилась ими. «Дневник срачной любви» от Эрика Моннелли Шмидта. Вы его можете знать как автора «Оскары розовой дамы». Книжку я-то не читала, но я знакомилась с его попугаями с тоже для рецепти. В принципе, надо было эту книгу тоже включить в любимую, но, видно, запоминтовала. Вы не соблазняйтесь вот этой невероятной красотой обложки, потому что история, на самом деле, очень грустная. После того, как он потерял свою маму, он 25 года как-то пытался осознать и принять этот факт, и вот эта книга, я понимаю её так, что стала для него терапией, где он пытается понять, да, как жить, как принять то, что человек, который был с тобой всю свою жизнь, который дал тебе жизнь, да, наверное, самая важная женщина в твоей жизни, что его еще нет. Я, честно говоря, боюсь читать эту историю очень сильно, но также знала, что я на неё просто не могу пройти, потому что, мне кажется, это очень важная литература. И давайте опять-таки разбавим «Градус напряжения» книжкой попроще. Роман «Наоборот» от Жориса Карла Гюсманса. Итак, это, если быть краткой, библия декаданства рассказывает нам о неком Венди, но почему я заинтересовалась покупкой этой книги? Во-первых, именно этот роман Лор Генри вручил Дориану Грею, а во-вторых, эта книга упоминается в книге Барнса «Портрет мужчины в красном», поскольку у нас есть мужчина в красном, у него был знакомый, как раз-таки это Дэнди, и этот Дэнди послужил образом главного героя. Осталось две истории очень простых. Давайте расскажу сейчас про «100 тысяч раз прощай» Дэвид Николс. Я очень люблю «Отен день», как и многие, особенно экранистацию, я влюбилась в его роман «Мы». И здесь я так понимаю, что история о паренье, который заваливает школьные экзамены, работает на бигзоколонке, гоняет на велосипеде, ну, в общем, так себе, знаете, жизнь невзрослеющего человека, как я его понимаю, и тут он встречает девушку, и он в нее влюбляется, и он понимает, что это судьба. Если я все правильно поняла из аннотации, девушка как-то связана с театром, и поэтому ему тоже надо будет в театральные круги войти, и не просто в какие-то там театры, а сам Уильям Шекспир будет там ставиться. В общем, интересная такая развлекательная литература. Скоро февраль, а вы знаете, что в феврале я пытаюсь читать всякие розовые лепестки роз, так что она мне вот туда в планы идет. И я готовлю сани зимы, я уже начала строить список книг, которые я хочу читать следующим декабрем, и одну из них будет 12 новогодних историй. Я сначала хотела купить ее в оригинале, но она каких-то безумных денег стоит, поэтому вот в такой какой-то несуразной обложке купила. Это коллекция историй, написанная популярными подростковыми писателями. Рейнбоу Роуэлл, Холли Блэк, Та-та-та, Дженни Хан, и, конечно же, здесь должен быть мой любимый Левитом. Я ведь не ошибаюсь, я надеюсь, что нет. Издание, ну, такое, как будто книжке уже 300 лет, но классно, что есть именно 12 рождественских новогодних историй, почитала одну, пошел занимаешься своими делами, то есть можно такую дозу себе просто всплеск, всплеск какой-то доброты, милоты, подростковой влюбленности. В общем, я такой всякой люблю. Вот. У меня уже есть список, как я уже сказала, того, что я еще хочу купить, но, наверное, оставлю все-таки это к ноябрю, либо летом по скидкам куплю зимние книги. Я вам что-то не показала. И показала я вам в сторону с Ваном, потому что у меня стоит уже в обязательных планах. Я думаю, не стоит объяснять ни почему эта книжка у меня оказалась, ни кто вдохновитель, ни о чем она. Я попыталась читать в электронке, это было так красиво, что я решила, что мне надо же будет подчеркивать, как и всем. Поэтому книжку купила. Я причем удивилась, что она такая тоненькая. Я ожидала, что она будет, ну вот, знаете, как пятый персонаж. Вот вся эта трилогия. Но я рада, что она небольшая, что она и есть, так что ставим ее сюда. Кстати, эта полочка, как и в том году, у моих обязательных планов сюда перекочевали две или три книги. Да, вы помните, три книги с прошлого года. Я знаю, что я их прочту. Если вам дарили книжки на Новый год по вашему заказу или нет, или как сюрприз, обязательно расскажите, что именно такого праздничного вы получили. А еще у меня есть важный разговор. Ролик о лучшем прочитанном, я думаю, он наберет там просмотров, к нему будет интерес. А вот ролик о не самых удачных книгах, с которыми я познакомилась, его мало смотрят, но это 222 ролик на моем канале. И поэтому мне хотелось бы как-то это отметить, потому что два – моя любимая цифра. И просто мне хочется, чтобы там было где-то больше 222 лайков, которых я никогда не набирала. И это какая-то глупость и инфантивность, но просто хочется вот так отметить. Поэтому, если вы еще не смотрели, либо если вы смотрели и не поставили тот лайк, и хотите мне сделать приятный новогодний подарочек, буду очень рада, если вы это сделаете. Вы можете его только открыть, поставить лайк, просто как поддержку, даже если вам неинтересно смотреть. Хотя, мне кажется, я сделала этот ролик не гневным, не бесячим, а полезным, поскольку я всем не очень удачным историям нашла хорошую пару. Не говоря только о себе, а вообще, в принципе, всех девчонок, ребят, которых вы смотрите, даже если каких-то их ролики вам по тематике неинтересны, но вам уже не сложно, откройте ролик, поставьте лайк, просто поддержите человека, потому что он старается, ну, сегодня для вас, завтра, видно, для какого-то другого своего зрителя. Все, закругляюсь, прощаюсь. В следующем ролике мы с вами будем смотреть книги, которые я накопила, читала, поскольку 7-го числа я уезжаю в Будапешт, мне надо какую-то книжку захватить, и вот именно 6-го числа я планирую ролик выставить, чтобы я знала, что хватает 7-го, но потом уже обещаю прочитанное, а потом 16-го января, у меня будет день рождения, и я попытаюсь запустить трансляцию, которая сработает, ну, и, в принципе, если я плоду дома, я попытаюсь ее запустить. Теперь точно убегаю, отпускаю вас додать салаты, смотреть все новогодние огоньки, ледниковые периоды, что там, кто любит, смотрит, и, конечно, читать свои любимые книги в предсвете нашего короткого дня. Целую, всем пока-пока.